Ну давай начнем с новогодней мишуры Она яркая, красивая, привлекает взгляд И есть очень много в интернете видео, в которых видно, как дети, даже животные, любят с ней играться Ооо, для животных, ты знаешь, это даже опасно бывает Потому что коты могут заглатывать вот такие длинные нити этой мишуры А животных на самом деле лечить придется, потому что это достаточно острая для слизистой оболочки внутренней штука Ну вот, кстати, об этом мы сейчас и поговорим Первое правило выбора елочной мишуры Она должна довольно-таки легко рваться То есть мы прикладываем небольшое усилие и получаем вот разрыв Почему? Потому что она готовится в основном из фольги и, соответственно, очень легко рвется А елочная мишура недобросовестна Производитель, который завозится в больших количествах из Китая Для удешевления в нее добавляют очень много синтетических волокон, которые вредны для нашего здоровья И она не будет рваться, она будет просто-напросто тянуться Да, вот она тянется и не рвется Тянется и не рвется О, и потом только рвется И потом только рвется, да У меня даже вот, кстати, нос забит, такое ощущение, что аллергическая реакция И это не зря На вот эту мишуру? Да, нормальная мишура не должна пахнуть химией Это абсолютно не пахнет А вот твоя Есть такой неприятный запашок И посмотрите, как этот неизвестный производитель оформляет свою мишуру С Новым Годом, пишет он нам на английском языке Да, с Новым Годом аллергики Да Все дело в применяемых вредных красителях Краска не должна с нее слезать Это говорит, что были использованы нормальные красители И это нормальная елочная мишура Могу взять салфетку Казалось бы, дождик Ну Который вообще никогда не думал, что она окрасится А ведь этой мишурой могут играть дети Они могут ее брать в рот Они могут ее даже жевать Все это попадает в организм маленьких детей И приводит к негативным последствиям Даже не в больших дозах вдыхая пары вредных красителей Это может вызвать аллергические реакции Вот, Андрюша, тому пример Так давайте посмотрим мнение специалиста, врача-аллерголога по этому поводу Может быть, аллергическая реакция на блестки Особенно при вдыхании Со стороны дыхательных путей В виде одышки, спазма дыхательных путей Может быть, аллергическая реакция в виде высыпаний На руках, если он трогает эти игрушки На лице, если он близко с ними контактирует И чтобы не возникло желания вообще отказаться от мишуры в Новый год Это недопустимо, по-моему Конечно, без нее никуда Расскажи, как же выбрать качественную мишуру? Итак, первое, отдаем предпочтение мишуре Которая произведена на территории Украины Далее, нюхаем ее Если мы чувствуем резкий химический запах Соответственно, мишуру эту откладываем в сторону Она будет хорошо гореть Она будет выделять ядовитые вещества Также, если мишура красит либо же пальцы Либо же салфетки, как мы это сделали Соответственно, понимаем, что использованы дешевые красители Они очень вредные В них содержится много тяжелых металлов Отдаем предпочтение той мишуре На которой есть сертификаты Или сопроводительные документы Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись с друзьями Чтобы получить первые мои советы Подписывайся на наш канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!